Атака на Крымский мост и зерновая сделка. Часть первая. Российская атака на Одессу и зерновая сделка. Вот о чем мы сегодня поговорим. Здравствуйте, я Элина. Добро пожаловать на мой политический канал Enough. Enough of propaganda. То есть довольно пропаганды. Картинка, кстати, сделана мной. И, кстати, о Медведеве. Бывший президент России, между прочим. Который имел доступ к ядерному оружию. Вот, согласно изданию Сирена, 57 раз. Только с начала полномасштабного вторжения в Украину. Медведев угрожал миру ядерным оружием. И при этом еще Россия удивляется. Почему в мире так к России относятся? Потому что она как обезьяна размахивает ядерные гранаты. И вот почему. И не только Медведев, но еще и Путин, и олигархи, и Соловьев. И все, кому не лень. Только и делают, что машут ядерной дубинкой. Миру это надоело. Скоро Путин получит тапком по физиономии, как нашкодившая собака. Почему? Потому что никто не собирается нападать на Россию. Никто не собирался нападать и не нападает. Постоянные угрозы миру надоели. Но об этом мы поговорим совсем немножко и чуть позже. Это статья из СНН о том, что Одессу в очередной раз обстреливают уже 4 дня подряд, 4 ночи точнее. Потому что Россия обстреливает по ночам, когда люди спят дома. И здесь говорится, что украинские войска уничтожили только 5 из 19 российских крылатых ракет. Что, в общем-то, низкий показатель. В предыдущие разы было намного больше. Но это связано с тем, что недостаточная система защиты в южных частях страны. И вот, к сожалению, эти ракеты попадают. Люди страдают, людей убивают. Не только в Одессе, а вообще в Украине. Но, тем не менее, Одесса стоит. Последние 4 дня Россия долбит по Одессе всем, чем только можно. И дронами, и крылатыми ракетами. И обстреливает город-герой Одессу. Я сама из города-героя Волгограда. То есть город-герой, который сражался с гитлеровским фашизмом. Сейчас российский фашизм уничтожает и сравнивает с землей. Вот это, кстати, видео с телеканала Дождь. Ну, не обязательно с телеканала Дождь. Они тоже пользуются и видео с телеграм-каналов и прочее. То есть, вот, посмотрите, как разносят Одессу. То есть, вот, полюбуйтесь. Что творят российские фашисты в Одессе? Какие ужасные ночи в Одессе. Вот вчерашняя атака, не прошлой ночью, а позапрошлой, описана мэром Одессы Геннадием Трухановым как одной из самых ужасных в истории города. То есть, жуткая вообще, вещи творятся. 12 человек пострадали на тот момент только. Причем, включая 9-летнего мальчика. На тот момент примерно 3000 человек в Одессе и Одессской области остались без света. Пострадали зерновой терминал и нефтяной терминал. И даже части туристической инфраструктуры. То есть, вдумайтесь в эти цифры, в ужас и то, что происходит с этими людьми. Кошмар просто. Как утверждает Россия, и вот, в частности, Песков утверждает, нанесены только высокоточные удары. Полюбуйтесь на их высокоточные удары. То есть, вот это военные преступления. Самое натуральное. Вот посмотрите, какие высокоточные удары российская армия наносит. Очередное вранье. Вот эта ложь уже надоела. И они совершенно не стесняются утверждать, что вот это все они устраивают в отместку за то, что, видите ли, ударили по Крымскому мосту. Россия не имеет никакого морального права, вообще, говорите, какой-то там отместки о том, что они что-то там делают, чтобы отомстить за что-то. А Россия напала на Украину. И в 2014 году, и в 2022. Как я убедительно доказываю на моем канале, с фактами, видеодоказательствами, личными свидетельствами Путина и Стрелкова. То есть совершенно не за что России мстить. Россия нелегально захватила Крым, построила там нелегальную структуру мост. Но дело даже не в том, что эта структура возведена нелегально, а в том, что по этому мосту доставляются порядка 70% грузов для армии России, которая захватывает территорию Украины и убивает там украинцев. И поэтому это легитимная военная цель, и по ней был нанесен удар. Причем был нанесен удар ночью, когда там людей не должно было быть. А вот Россия наносит удары именно ночью по жилым домам. Именно Россия делает те преступления, о которых она говорит. И я вам сегодня это покажу. И еще сегодня мы поговорим о Крымском мосте, о том, что там произошло, но это будет немного позже. И еще видео свидетельство из Одессы. Здесь скажем, что ночью российские оккупанты ударили, осуществили массивную атаку с ракетами и дронами на Одессу и Николаевские регионы. Это вот то, что осталось от них. Вот вам мирные дома. Калибры и Х-22 были нанесены удары вот калибрами и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков. А также целая была атака дронов-шахет. Волной прямо буквально. И мы с вами это тоже увидим сегодня. Это Twitter. Гласность. Гон. Здесь написано, что Россия доказала, она ей совершенно все равно по поводу людей, несчастных людей, которые будут голодать в Африке и еще где-то. И ночью они пытались уничтожить Одессу и уничтожить бухту и места хранилища зерна. 63 крылатых ракеты и дрона было выпущено. Но вот большая часть из них на тот момент, на 19 число, было остановлено. И вот, к сожалению, вот прошлой ночью получилось намного хуже. А вот эти фотографии, это уже канал Алексея Гончаренко. Здесь говорится о том, что о ранних атаках тоже в предыдущие дни, это вот 19 июля, на Одессу и Черноморск. И, кстати, прошлой ночью Черноморск снова был атакован. Россия целенаправленно атакует хранилище зерна и инфраструктуру международных и украинских партнеров торговых. И здесь они перечислены. Что он утверждает? Еще недостаточно, чтобы признать Россию террористической страной. Я считаю, что уже достаточно. И вот Гончаренко считает точно так же. И Россия атакует хранилище зерна. Путин, видимо, желает заставить голодать миллионы людей. Сотни миллионов людей, кстати говоря. По меньшей мере миллионов людей. А это фотографии. Можете посмотреть, как выглядят вот эти разбомбленные терминалы. Вот вам военные цели, так называемые, о которых Россия все время твердит. Это одна из атак. Специальный корреспондент из CNN увидел это. Это было на третью ночь. А это было ночью раньше. Журналист говорит, что это, во-первых, массовая волна дронов, но и круизные крылатые ракеты. Вот как раз с акватории Черного моря, из кораблей их запускают. Вот что творится. Это была вторая ночь. Теперь мы знаем, как говорится, откуда ветер дует. То есть, слишком много людей из Крыма снимают видео и показывают. То есть, мы знаем, откуда эти ракеты летят. То есть, они летят вот из Севастополя. Вот, например, конкретное видео. Это записано крымчанами. Российскими крымчанами. Можете посмотреть внимательно, как это все выглядит. А это второе видео. Это тоже из Крыма. И тоже видно, как летят эти самые ракеты. А теперь поговорим о Путине. Вот еще одно подтверждение того, что Россия это террористическое государство. Россия заявила, что будет обстреливать все корабли, которые попадают в Украину через порты Черного моря. И так вот трусливо Путин приказал топить все корабли, которые будут нести еду, зерно для наиболее незащищенных людей в мире, как, например, в Африку. То есть они сказали, что будут обстреливать все корабли с продовольствием и зерном. Как я уже сказала, Крымский мост это военная цель. Именно потому, что украинцы в первый раз его разнесли, или кто это там сделал, волшебные гномики, а Палхерсон, то есть российская армия не смогла оснабжать свои войска на фронте. Именно поэтому, то есть украинцы это не Вагнер, это не Россия, которые швыряют своих солдат, у которых есть и которые хотят иметь заключенных, которых никому не жалко, которых можно пачками мясорубку швырять. Их называют мясные штурмы за дело, потому что на людей там наплевать всем. Украинцам не наплевать на своих людей, и они не собираются их тратить. Именно поэтому они обстреливают военные объекты, хранилища боеприпасов и мосты, по которым эти боеприпасы и любое другое продовольствие и так далее доставляются на фронт. И они будут их обстреливать. Это законная военная цель, и они будут это делать. И что я хочу сказать жителям Африки? Если ваши коррумпированные или глуповатые лидеры приехали в Россию, сидели за одним столом с Путиным и с деловым видом кивали нонсенсу, который он нес, когда он махал перед носом у них пустой бумажкой и утверждал, что было какое-то соглашение, которого не было никогда и так далее. Ну, наслаждайтесь тогда голодом, если вам так хочется. Если россияне не могут навести порядок в своей стране, если некоторые жители некоторых стран Африки терпят у себя Пригожина, терпят у себя бандитов, которые насилуют, убивают и вымогают и отнимают у людей шахты, золото и прочее. Ну, если позволили им участвовать и ездить встречаться с Путиным и теперь даже бояться его арестовать, если он приедет вдруг, но он испугается, он не приедет навстречу Брикс, ну, извините, за все в жизни надо платить и в частности за свое молчание, за свою трусость, за свою неспособность встать и сказать правду и защитить себя и свою семью. За то, что поддерживали вот этих вот тиранов, за то, что поддерживали вот этого КГБшного карлика, мы все будем расплачиваться и я тоже. Хотя я его не поддерживала, я с ним сражалась, я за него не голосовала и не поддерживала, но мы все россияне будем платить свою цену, я свою уже плачу, очередь за всеми остальными. Читаем подробнее, что пишут россияне, с 20 июля все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов Минобороны России. Страны на флагах таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима Минобороны России. Вот какого киевского режима? В Украине находится законное правительство Украины, там уже их два побывало, законный президент Порошенко и законный президент Зеленский, выбранные народом своей страны большинством голосов при наличии открытых честных выборов с наличием оппозиции. Они узурпировали власть как Путин и мир не будет вот это терпеть. Путин нарвался. Вот что сказал президент Зеленский. На русском языке я в это видео не нашла, но вот я могу вам сказать и перевести вот отсюда, что сегодня террористы атаковали Одессу. Вот эта атака на Одессу доказывает, что их цель это не только Украина и не только жизни наших людей. Примерно миллионы тонн еды, которые хранятся в портах Украины, были сегодня атакованы. Этот объем, который должен был быть доставлен потребителям в страны Африки и Азии. Порт-терминал, который пострадал от российского террора прошлой ночью, имел 60 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в котором она хранилась в этом порту и которую мы собирались направить в Китай. И вот, то есть, каждый, каждого задевает вот этот российский террор. Каждый в мире должен интересоваться и быть заинтересованным в том, чтобы принести справедливость и закон и положить конец этому террору. И он совершенно прав. Кстати говоря, Китай, насколько я слышала сегодня, не только еда, которая должна была, не только продукты, которые должны были поставляться Китаю, пострадали, но и само генконсульство Китая в Одессе. Ну, поздравляю вас, господа из Китая. Если вам нравится сидеть за одним столом с Путиным, если вам нравится сидеть между двух стульев и притворяться, что вы поддерживаете кровавого диктатора, который мало того, что истребляет свое население, своей страны, он еще и нападает на соседей и истребляет людей там. Ну, извините, вы думали, что вас это не коснется? Вот теперь касается и коснется еще. Всех коснется. То есть, вот это не какой-то отвлеченный конфликт. Он коснется и касается всех. И россиян он коснется. Тех, кого еще не коснулся, а кого-то коснулся уже. Кто-то уже потерял своих родных и близких. Ни за что. Просто потому, что царьку так захотелось. Ну, продолжайте молчать. Что я могу сказать? Продолжайте садиться с Путиным за одним столом переговоров. Очень длинный стол. Он настолько боится своего народа и своих гостей, что он рядом с ними не садится. Ну, что я могу сделать? Я вас предупреждаю. Я вам говорю правду. Я вам даю информацию для того, чтобы вы могли себя образовывать и знать точно, что произошло в Украине и в 2014 году и сейчас. Вот чем я могу помочь. Ну, и многие еще, чем другим. Просто я об этом не говорю на этом канале. Вот статья канала 24 от 18 июля. Обломки ракет и разрушенные здания. Появились жуткие кадры последствий ночной атаки Одессы. То есть, здесь можете посмотреть фотографии и почитать. В ту ночь 38 воздушных целей было уничтожено. Но, тем не менее, не все получается уничтожить. Иногда обломки сбитых ракет, взрывная волна повреждают объекты портовой инфраструктуры и частные дома. В Николаеве то же самое. Сегодня ночью опять обстреляли Черноморск. Пуски калибров осуществлялись предположительно с российского фрегата Адмирал Эссен. Шахеды из районов полигона Чауда, Крым. Вот в тот день силами и средствами воздушных сил уничтожены 6 калибров и 31 вражеский ударный дрон Шахед и один разведывательный беспилотник. Это статья Сетиви Ньюс, где говорит, что о том, что Россия обстреливает порты Одессы и называет это расплатой за удар по мосту, ключевому мосту в Крыму. Тем не менее, за день до этого Россия расторгла сделку зерновую, которая позволяла Украине жизненно важное зерно поставлять из Одессы во время войны. Но Москва сказала, что это вот решение было принято задолго до атаки на мост. Но потом Олсу тоже Дмитрий Песков без каких-либо доказательств. Как всегда, очередное вранье, что он говорит, что вот видите ли, вот эти корабли были использованы для того, чтобы, что Украина видите ли, неправильно все это использовала, что вроде бы как это был коридор для военных целей и так далее. Ничего из этого не доказано, потому что это неправда. Это очередная ложь России. Ну, что я могу сказать? Страдающие страны Сирии, Африки, Сирия, страдающая страна, страны Африки и так далее, Азии. Ну, скажите России большое спасибо теперь за то, что ваши люди будут голодать. Это канал Антона Герасченко, который публикует выступление Путина с субтитрами. Вот сейчас посмотрим, что Путин хочет сказать на эту тему. Слушать его, конечно, бесполезно, но вот он вам расскажет, зачем ему нужна была, нужны бомбежки Одессы и выход из зерновой сделки. Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой, тем более, учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только по рядным условиям. Если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все, без исключения, ранее согласованные принципы участия России в этой сделке. Да, разбежались. Очередное вранье. Вот настолько наглая и циничная ложь. Еще чернила не успели высохнуть на этой сделке, как Россия уже тогда атаковала Одессу. Еще в самый первый раз. И вот это постоянное вранье всем уже надоело. Всем это надоело. При этом Путин постоянно лжет, что санкции не работают, что система Свифт нам не нужна. Теперь он обстреливает Одессу уже четвертый день. И всего, чего только можно для того, чтобы им подключили систему Свифт. Сейчас разбежались. И позволили их кораблям беспрепятственно болтаться везде и перевозить компоненты для того, чтобы производить новые ракеты и обстреливать Украину. Половина из того, что он говорит, вот каждое слово за ним надо идти и проверять. О, вспомнил о международных соглашениях. Где же он был, когда Будапештский меморандум выкинул в корзину? И кучу сотни в буквальном смысле таких же международных соглашений. Россия постоянно нарушала международные соглашения и конкретные соглашения с конкретными компаниями. Постоянно их грабила, постоянно их переделывала условия. После того, как уже сделка подписана, люди приехали, построили что-то и начинается. А вот теперь вы будете нам платить в рублях. Вот что сказал Дмитро Кулеба о Путине, министр иностранных дел Украины. И он совершенно прав тут ничего не убавить, не прибавить. Все что нам нужно знать о президенте Путине, это то, что он профессиональный лжец. Он продукт системы КГБ. Его специально там этому учили. То есть я вам в вольном переводе излагаю то, что он сказал. Он совершенно прав. Я лично встречалась с агентами КГБ. И они все такие, как Путин. Такие же блеклые, бесцветные, не хватающие звезд с неба, серые мыши, которых профессионально учили лгать. Чем он и занимался последние 23 года. Разрушил российскую экономику. Ну вот к чему привело его вранье. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»